ВСУ покинули Купенск. Такую информацию уже несколько дней подряд распространяют российские телеграм-каналы. Те жире новости написали, что активные боевые действия идут возле Синьковки под Купенском и ВСУ уже покинули поселок. А еще в российском провоенном телеграм-канале Купенске опубликовали ложное видео, якобы из захваченного села Синьковка в Харьковской области. На самом же деле, россияне похвастались тем, что взяли Синьковку, показав кадры из поселка Воронова в Луганской области, пишут журналисты Deep State. Не без иронии, они добавили, что ролик опубликовали с ватермарками оккупационной администрации, которая когда-то была в Купенске. Сейчас они уже берут Петропавловку и заходят в Купенск. Как только действие тяжелых наркотиков пройдет, то они снова начнут ныть, что не могут взять Синьковку. Не потребляйте вражеское псу, а читайте проверенные каналы. По данным интерактивной карты боевых действий на территории Украины, село Синьковка, в отличие от действительно оккупированного Воронова, находится под контролем Вооруженных сил Украины. Геолокацию местности на снятом фейке россиян определил пользователь Twitter DefMon. Он показал снимки, которые доказывают, что на видео Воронова. После такого антифейкового разгрома свое фиаско признал даже администратор канала, который опубликовал ложную информацию. Вина полностью на мне, обещаю справиться. Спасибо за понимание. Но все равно не угомонился. Теперь он уверяет подписчиков, что Синьковка находится в якобы серой зоне. Ждем извинений номер два, потому что действительно абсолютно никаких отступлений со стороны Украины от Купенска нет. Все воины стоят на своих позициях и постоянно наносят поражение противникам, заявил начальник Харьковской ОГА Олег Сенегубов. Более того, пресс-секретарь Харьковской ОГА Елена Шаповал сообщила, что село Синьковка, о якобы оккупации которого ранее сообщили российские телеграм-каналы, также находится под контролем ВСУ. Россия не продолжают наносить удары вглубь города. Людям советуют эвакуироваться. Это можно сделать каждый день спецпоездом. Каждый день выращается эвакуационный коридор, так называемый эвакуационный караван, и проводится плановая эвакуация. Конечно, в порядке с этим проводится активно разъяснительная работа, поскольку мы видим, что каждый день обстрелы сборщаются, обстрелы продолжаются. Действительно, линия фронта до Купенска очень близкая. И, скорее всего, в ближайшее время на Купенском направлении будет все жарче. 45 тысяч солдат туда стянули россияне. Также у российских военных более полутысячи танков, боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и еще почти полторы сотни РСЗО. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. В то же время оборона украинских военных в этом направлении достаточно крепкая. В первую очередь благодаря инженерным заграждениям, грамотному и правильному командованию и мужеству военных ВСУ. Сейчас Украина перекидывает свои резервы под Купенск. Все для того, чтобы сделать невозможным движение российских оккупантов. Путин, в свою очередь, бросает все на захват этого направления. Через Купенск проходит как минимум железная дорога, которая идет с Валуек до Купенского узлового. То есть россиянам не так Купенск важен, как именно Купенск узловой. Украине нельзя терять бдительность, ведь РФ будут пытаться захватить этот район в ближайшее время и любой ценой. В то же время такой агонии ВСУ могут и воспользоваться, ведь Росармия сейчас действует хаотично и растеряно. Так как мы уже давно этот район готовим и к наступлению, и к обороне в том числе, там есть и хорошие заградительные сооружения на танкопастных направлениях. Есть специальные карманы, в которые будут запускаться россияне, а потом уничтожаться с помощью артиллерии такие ловушки. Мощные обстрелы на Лимано-Купенском направлении возрастают в среднем около 500 в сутки, говорит директор Департамента гражданской защиты Харьковской АВА Иван Сокол. По его словам, с 9 августа из 53 населенных пунктов нужно было вывести 12 тысяч человек, из которых 618 дети. Пока удалось вывести 572 человека, 149 детей, 281 женщину и 114 мужчин, еще 28 человек с инвалидностью. Люди не хотят уезжать, потому что переживают за имущество и сельское хозяйство. Именно поэтому будет рассматриваться принудительная эвакуация детей. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм, чтобы первыми узнавать все самые главные новости о войне.